Улыбающийся парень на фотографии сержант милиции Евгений Коняев. Трагически погибший инспектор дорожного надзора в органах внутренних дел служил 72-го года. И зарекомендовал себя самой лучшей стороны. Неоднократно участвовал в задержании преступников, награжден медалями. Евгений один из немногих, кстати, кому выдали служебный одиночный мотоцикл без коляски и заднего сидения. Его бывший начальник Владимир Конкин вспоминает, что 30-летний парень управлялся с ним мастерски. 8 июля 1977 года он работал на посту. Вот там стоял пост двухэтажный. И на этом посту двухэтажном он работал. В конце работы, где-то после 16 часов, он решил проехать по Дягилеву, проверить тут. И вот он повернул сюда, на эту улицу Дягилевскую, выехал, увидел этих мотоциклистов. Они двигались вдвоем на мотоцикле с рюкзаками. И он их догнал, остановил, они без шлемов, попросил предъявить документы. И пассажир зашел сбоку, неожиданно для него произвел выстрел из самодельного малокалиберного пистолета. Если бы все сложилось иначе, то Евгений Коняев доставил бы этих мотоциклистов в отдел. При досмотре милиционеры нашли бы в рюкзаках у мужчин фомку и другие инструменты для взлома. А во время допроса узнали бы, что направляются преступники в Луховицкий район для совершения кражи. Но судьба сложилась иначе. По тревоге подняли почти весь райотдел милиции. Матерых преступников поймали через три дня. Стрелявшего приговорили к смертной казни. Его соучастнику дали 15 лет. За мужество и самоотверженные действия сержант милиции Евгений Коняев награжден орденом Красной Звезды. Посмерта. Его нам не хватает. Не хватает такого специалиста. Ему было всего 30 лет. Вся жизнь у него была впереди. Но мы помним о нем. А пока мы помним, он жив. Сегодня на улице имени Евгения Коняева открыли мемориальную доску за героизм и отвагу, за верное служение и чувство долга. Как пример тех качеств, на которые надо равняться. Валерий Седов, Герман Гущин, Михаил Лазуткин. Телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова